здравствуйте дорогие друзья сегодняшний выпуск вы спрашиваем отвечаем мы начинаем с вопроса Даниила Сангатулина вот он просит подготовить обзор о патронах вот он пишет что у нас постоянно коробки фетр фигурирует ну да вот я как-то пользуюсь фетром давно давно перед этим я пользовался патронами тайга была такая марка вот ну и соответственно из патронов импортного производства тут хорошие итальянские патроны до всех этих санкций мы используем для каких-то соревнований на стенде ну обязательно мы дадим такой обзор но тут как-то не хотелось бы сравнивать допустим глав патрон патроны фирмы азот и фетр и отдавать предпочтение той той или иной фирмы поскольку мы у нас канал не коммерческий мы деньги не получаем ни от фетра не от азота а высказывать свои мнения вот как-то занизить того производителя возвеличить это вот мы не знаем как даже тактично это сделать в общем то все патроны хороших каждый должен выбор для себя сделать но какие-то нюансы мы безусловно вам расскажем но опять же пользуясь случаем хочется обратить ваше внимание вот вот тщательность если мы идем на стенд если мы идем на тягу на утиную охоту в общем то патроны сейчас достаточно высокого качества выпускаются в россии все что написано коробки все соответствует навески какой там стоит пыш вот стоит ли дисперсант стоит ли для более кучной стрельбы все это соответствует действительности но вот к чему надо подойти очень трепетно это к выбору пулевого патрона вот тут уже надо попробовать купить несколько пачек от разных фирм изготовителей посмотреть как мы уже вам рассказывали в предыдущих выпусках в рубрике вот и патроны для гладкоствольного ружья может быть даже имеет смысл учиться самому их изготавливать потому что там очень 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 важно вот как наше ружье стреляет тем или иным патронам поскольку на гладкоствольных ружьях отсутствует прицельное приспособление и регулировать по высоте вверх вниз мы можем только варьируя навеску пороха и массу пули вот это вот мы будем разбирали будем разбирать и будем эту рубрику продолжать следующий вопрос задам задает сергей жетченко кстати большое спасибо что вопрос к этой рубрике вы нас стали размещать в разделе обсуждения которые находятся непосредственно главной странице нам их проще искать потому что откликов очень много но и пользуясь лучшим хочется поблагодарить за высокую оценку работы нашего канала отметили работу наша съемочная группа конкретно оператора ему тоже очень приятно и пользуясь лучшим с той стороны камеры он тоже кивает знак благодарности но это правда накладывает на нас такие уже повышенные требования мы будем стараться не разочаровывать вас но возвращаясь к вопросу вот сергей жетченко спрашивает что мы думаем о пуле монолит пуля монолит выпускается фирмой дуплекс фирмы дуплекс вот используют ее уже якобы в 25 странах активно разработана эта пуля инженером конструктором айварсом дундерсом дундерсом это латвийский конструктор оружейник вот пуля якобы разработка еще 1985 года что можно не сказать но сразу скажу поскольку кредо наша программа мы говорим о том вот то что мы сами непосредственно испытали попробовали но сразу скажу что пулю монолит мы не пробовали пулю монолит мы не пробовали сейчас я расскажу по какой причине дамост видели ее на прилавках многие так вот посмотрели на что из себя представляет пуля монолит вот ну стальная пуля стальная пуля стальная пуля в которой интегрированы пластмассовые элементы пластмассовые элементы пули позиционируются как пули не дающие рикошета обладающие пробивными свойствами через кустарник значит преодолевает на все препятствия вот мне их существует уже по моему 5 даже может быть 6 равновидностей есть пули которые раскрываются при попадании но на мой взгляд минус минус этой пули что она изготовлена из стали пуля стальная ну сказать что айварс дундерс изобрел очередной раз велосипед но мы уже в программах говорили вот речь шла о пуля рубейкина вот ее делали тоже и стальными вот и бронзовыми латунными и свинцовые делали но эффект смысл тот же то есть вот и по форме кстати вот эта пуля пуля монолита кто-то может посмотреть в интернете очень много информации она вот как раз напоминает вот это вот пуля рубейкина вот такой же тупой тупой наконечник ну в силу того чтобы снизить рикошет отказались значит от аэродинамической такой формы несколько снизив баллистику ну стрельба ведется на короткие дистанции но вот она вот что пуля рубейкина что пуля монолит только в нее интегрированы пластмассовые элементы в некоторых пулях есть пластиковый хвостовик а здесь интегрирован пластиковый поясок который является направляющим который двигается по каналу ствола некоторые разрезаны на 6 частей на 4 части и в залита туда внутрь пластмасса вот я видел много фотографий они раскрытых пуль стреляют и по баллистическому пластилину и по зверю и много там роликов я видел где стреляют в деревяшку используя там технику съемки rapid вот да это эффектные кадры там деревяшка рассыпается но точно также деревяшка будет рассыпаться от любой пули которую мы возьмем там точно такой же эффект при попадании пули будет и пуля гуаланде и мы вам демонстрировали что происходит пули как это раскрывается но конструкторы и сотрудники фирмы дуплекс они рассказывают что именно их пуля входной канал входное отверстие составляет там порядка 18-20 миллиметров что на выходе там до 30 сантиметров вот ну представьте какая будет огромная гематома ну почему я лично никогда не буду стрелять этой пули потому что она изготовлена из стали изготовлена из стали и смысл засовывать сталь я вообще не знаю может сейчас скажешь я консерватор я не сторонник не стальной экологической дроби не от стальных пуль какой можно говорить экологичности представить как мы захламляем нашу матушку планету землю что лишняя горсточка там дроби в лесу произведет такой эффект но это просто ну капля в море капля в море и естественно если мы возьмем удельный вес железа и удельный вес свинца и всем сразу станет понятно насколько сталь легче свинца ведь свинцом стреляют изначально вот как вот оружие огнестрельное появилось всегда используют свинец до сих пор он используется может быть лет через сто когда мы мы все с вами и зрители отойдем в страну вечной охоты будут стрелять электрическими зарядами и не знаю из каких-то волшебных бластеров смотреть может быть даже сохраняться вот эти наши ролики в цифре народ будет над нами потешаться и говорит что то надо же то они стреляли свинцовыми пулями а как хорошо сейчас стрелять сгустком энергии но тем не менее свинцовые пули дожила до наших дней вот существует там стальные оболочки в нарезном оружии там оболочки из там пока медненные но начинкой пули является свинец свинец нужен для того чтобы значит придать пули вес ну понятно на смотр очень много начинающих охотников в качестве примера можно предложить вот такой вот возьмем камешек легкий грамм 15 возьмем камешек ну грамм 80 вот и с одинаковым усилием попытаемся его подальше бросить вот какой камень долетит дальше вот если мы представим что мы кидаем там этот камушек ну допустим плохой например там бродячих кошку ну неважно во что то что получит там какой-то живой объект абстрактный при попадании этого легкого камушка брошенного с такой же силы и более тяжелого вот также можно вот в первом приближении рассмотреть действие вот что касается массы вот ну почитав отзывы какие-то причем много-много информации вам советую почитать противоречиво об этой пули да пишут да вот конечно вот бывает и хвостовик отваливается да бывает поскольку ружья 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 они же у всех каналы ствола разные какие-то ружья произвели в двадцатых годах какие-то пятидесятых семидесятых мы видим что происходит вот это вот варьирование каналов ствола вот какую какую бы линейку вот фирма дуплекс не выпускала все равно вот как это пулю проходит у всех разные чоковые сужения существует погрешность безусловно будет создаваться какое-то избыточное давление вот при движении пули и вот на мой взгляд это крайне нехорошо когда вот такой вот свинец чтобы там какое бы сдавление бы не произошло свинец деформируется и он выплюнится из канала ствола как минимум будет раздутие а представляете по стволу двигается стальная болванка у вас что-то может произойти но все случаи всякие бывают тут конечно деформация ствола неизбежна тем более я вот читал все таки в отзывах там пишут что да поддуйте незначительное поддуйте стволов кто-то стрельнул два раза пули кто-то подсел на эту пулю кто-то может быть занимается практически стрельбой используя эту пулю но мне вот как-то ну не знаю не нравится мне мы по поводу этой пули разговарив в среди членов нашу кого никто ни один из них не решился бы эту пуль использовать на охоте но опять же я постараюсь не обидеть наших братьев охотников из при стран балтии вот а хоть охота охотничь хозяйства в этих странах на высочайшем уровне близкой такой же к немцам к венграм к чехам европейский подход к охоте чтут они традиции этику но тем не менее прибалтийские охотники как правило используют нарезанное оружие для стрельбе для стрельбы для охоты на копытных никогда не будут то есть они используют ружье по назначению вот мы в средней полосе используют наши российские такие вот чисто загонные охоты когда мы стреляем на коротке на дистанции 20-30 метров да тут оправдано применение гладкоствольного оружия когда мы стреляем быстро под движущейся мишени цели и тут нам этот навык очень важен прибалтий как правило охотятся с вышек с подхода и используют исключительно нарезанное оружие вот немцы стреляют начинают с косули они стреляют только из нарезного они вообще не понимают как можно стрелять зверя пули из гладкоствольного вот немцы даже используют какой способ охоты если мы привыкли что на загонных охотах мы стоим лицом к линии загонщиков появляется зверь мы стреляем тут оправдано применение оружие гладкоствольного с пулей вот немцы же наоборот пропасть зачастую встают спиной к линии загона и стреляет в угон в то место где уже непосредственно ну дабы не пораните загонщиков там техника безопасности всегда соблюдается нас же призывают вот приблизить наше свое наше гладкоствольное оружие для того чтобы стрелять и как-то приблизиться к показателям нарезного у нас у многих уже нарезное оружие давно продается схема разрешение упростилось и нам нет смысла нет смысла но для чего вот использовать этот пули конечно понимаю вот к латвии ничего не хочу сказать вот был советский союз была промышленная был замечательный приемник в ф был замечательный микроавтобус раф рижский латвия но я понимаю что конечно там но не только шпрота должна экспортировать данная республика но для чего навязывать вот я не знаю пулю которую они сами не используют это же понимаю там у нас свинца свинца в россии у нас хватит я думаю и внуков и правнуков на многие годы вот тут нам никакие санкции не страшны вот и поскольку вот пулевой патрон к нему повышенные требования и вот не так часто мы ходим вот на ход вот если бы была бы эта пуля монолита то она показала бы такой вот революцию в баллистике летела бы она на 200 метров было бы там какая-то электронная система самонаведения нам облетала каждую веточку но тут о чем мы говорим с вами я считаю что это просто маркетинговый ход вот и не то время сейчас в общем-то бежать покупать дорогущие импортные патроны где-то их испытывать идти на охоту ну что касается рикошета что касается рикошета но тут любая пуля срикошетит все-таки скорости большие начальные вот в качестве примеру хочу привести в покровском охотничьем хозяйстве как-то охотились мы уже за охота закончилась директор хозяйства предложил нам остаться ну срочно нужно было добыть для высоски голову крупного сикача знали мы те места где ходят огромные сикачи вот платить даже за это не нужно было в общем-то не путевки покупать нужно было просто помочь хозяйству нас трое или четверо нас было расселись мы по номерам вот я стрелял сидел я на лабазе с 202 зауром в 308 калибре у меня оставил инфратек ночник вот и зверь появился метров 130 140 охотники бывало меня поймут бывает когда ты тянешь спусковой крючок еще курок не сорвался шептал ты понимаешь что выстрел достигнет цели вот такое ощущение было у меня причем кабан подошел там был какой-то ручеек до ручья надо было подождать чтобы он подошел поближе но так он хорошо стоял думал куда ему идти лабаз был прекрасно оборудован стрельба просто как в кире велась у меня было даже не сто а двести процентов что я попаду я тяну спусковой крючок предварительно включил шнеллер просто я уже мысленно я фотографировался с этим кабаном вот каково же было мое изумление когда этот кабан продолжил движение брызги за кабаном еще шло стадо ночью мы ничего не смогли найти единственное что мы установили что крови не было приехав утром и долго 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 ходили не могли понять почему промах я упирался что вот я уверен в попадании потом от этого места этих следов мы провели мысльную линию до долобазы и пошли и в общем то мы нашли там две достаточно толстые срезанные ветки достаточно минимального касания и на такой дистанции пули все равно отклониться от цели то есть ну нет таких пуль может если вы стреляете сгустком энергии или лазерным лучом бы она порожгла поэтому тут наделять его такими волшебными свойствами ну смысла не имеет очень важно знать подобрать к своему ружью свой пулевой патрон им пользоваться и особо экспериментов не проводить если вас пуль устраивает как известно что лучший враг хорошего в качестве еще одного примера могу привести случай было это лет наверное 11 назад на облавной охоте вот был у нас охотник андрей кстати ну ныне кстати ушедший в страну вечной охоты этот муж нашей гости анна николаевна очень хороший был человек добрый веселый и вот он как-то на охоту привез к нам пулю савестр у многих еще не было нарезанного оружия пулю савестр тоже позиционировалась для стрельбы на дальней дистанции от 100 до 150 метров обладала волшебными свойствами мы ее разбирали смотрели там остальное стержень там идет форма можем если взять в руки чем-то напоминал даже космический корабль многие стреляли да на 100 метров кладет лося пуля на них привез чуть ли не огромную коробку а стоимость пулевого патрона то составляла в те годы рублей 9 а пулю савестр стоило 120 рублей вот но он добрая душа накупил поставил этот ящик берите кто сколько хочет и вот ну и я не соблазнился на эту пулю как-то народ разобрал разобрал полный карман этих пуль савестр все зарядились вот очень много у нас было в компании тогда полуавтоматчиков использовался mc использовался бенели и буквально же в первом загоне между номерами там прошло такое целое стадо лосей стрельба была насчитали где-то около 25 выстрелов причем все стреляли этой пулей савестр даже ни одного подранка не сделали вот просто во втором загоне та же картина стадо не было в общем все кто стрелял все мазали целый день шли лоси вот на нас и все мазали причем они шли именно на тех охотников которые были вот стрельжены имели в магазине этот патрон уже собравшись на следующий день утром просто было интересно мы взяли поставили на 50 метров большой лист фанеры повесили на этот лист фанеры мишень стали стрелять с упора отстреливать эту пулю вот каково было изумление вот возвышение возвышение этой пули на дистанцию 50 метров составила от 70 сантиметров до метра двадцать от точки прицеливания по пошли пули все пули на дистанцию 50 метров шли выше на 70 сантиметров даже из них уже доходил до метр это оправдано на стрельбу до 100 метров то есть если бы это стадо лосей двигалось бы не в двадцати-тридцати метрах а на 100 метрах то естественно бы они попали вот насколько важно знать свойства своего оружия своего патрона и вот так вот прошла информация распиарили какой-то продукт побежать бросить все старое забытое я бы не рекомендовал ну кому любопытно конечно никому не мешает выбор за все как всегда остается за вами купить коробку где-то вот перед силой охоты попробовать эту пулю может кому-то это пуля вот настолько вот он покажет результат потом это же стрельба еще во многом зависит от головы помимо погрешности стрелка и кто-то получит так уверен что ты именно пули монолит вот он паразит кабана выбор как я уже говорю всегда остается за вами следующий вопрос дает алексей науки о ружье бред бреда sd старт прежде чем остановиться на этом вопросе хотелось бы вернуться к предыдущему мы забыли сказать о том что при использовании стальной пули при тот момент когда в столах образуется избыточное давление все-таки это готовясь к программе посмотрели отзывы охотника в интернете некоторые пишут сюда при частом использовании возможно незначительно поддуйте ствола какие-то изменения ну поэтому выбор остается за вами если не жалко вам использовать ружье проводить эксперименты ради бога можно использовать пулю монолит алексей наукин просит рассказать поделиться впечатлениями об этом ружье но к сожалению это ружье бреда но оно тоже относится вот к линейке итальянских оружий но сколько вы ни у кого нету а передать информацию из интернета ну не хотелось бы если мы найдем это человек кто это использовал просто ружье хорошее мы посмотрели в общем-то замечательное вот я даже думаю что алексей наукин походит с этим ружьем и мы можем пригласить в нашу программу и он сам расскажет свои впечатления от обладания от охоты этим ружьем это будет гораздо полезнее нежели мы сейчас будем ссылаться на отчет о мнении ну и заключительный вопрос сегодняшней программе от славы ерша он просит рассказать подробно о ружье иж 27 ну иж 27 я очень люблю у меня первое ружье было иж 27 16 калибра мы этот вопрос взяли на карандаш мы снимем программу отдельно посвященную ружью иж 27 также мы планируем сделать выпуск сравнительный анализ иж 27 и тост 34 это два наших основных наиболее часто используемых ружья среди советских охотников да и сейчас они очень часто встречаются вот поэтому ждите следующих выпусков оставайтесь с нами на канале разговоры об охоте и не только а и а а и а и и и и и